Всем привет! Сегодня продолжаю говорить про работу СОПа на Питинькофф Инвестиции на Питоне. Сегодня будет разговор про метод Operations. Этот метод позволяет получить информацию по операциям, которые были произведены ранее на брокерском счете в Тинькофф Инвестициях. Это продолжение разговора метода Portfolio, который я рассказывал в позапрошлом видео. С помощью двух этих методов и еще вспомогательных парочек методов мы впоследствии построим программу, которая позволит нам считать эффективность наших инвестиций в целом за какой-то выбранный период. И, соответственно, возможность получить расчет по операциям, которые мы произвели, расчет по тем деньгам, что мы завели, вывели, отконвертили в другую валюту, купили бумаги какие-то. Нам в любом случае необходимо, чтобы посчитать ту самую эффективность всех наших инвестиций на протяжении определенного периода времени. Поэтому поскакать и разбирать метод Operations. Как и в прошлом видео про метод Portfolio, для начала я сделал код для работы без каких-либо СДК. Разберем ответ от OpenUp.in.co.inвестиций. Отправим запрос к AntPoint Operations с помощью обычного пакета Requests, который есть в Python. А затем будем использовать неофициальный СДК от DAXRT и OT Invest для того, чтобы получить то же самое, но с помощью СДК. Зачем и почему я это делал, я рассказывал в предыдущих видео. Посмотрите их и вопросы отпадут сами. Итак, документация по методу Operations есть по ссылке, которая будет под видео и в статье на azreal.ru. Вот этот, собственно, метод. Этот метод у нас принимает в качестве параметров два обязательных аргумента from и to. Начало временного промежутка и конец временного промежутка. Также мы можем выбрать счет, по которому хотим получить операцию. По умолчанию это если у вас один брокерский счет, а их может быть у вас в Тинькофф Инвестициях неограниченное количество, то ничего передавать не нужно. Мы получим информацию по умолчальному счету Тинькофф. Также мы можем получить информацию, например, по ИИСу, по операциям по ИИСу. Или по любому другому счету в Тинькофф Инвестициях. Также мы можем отфильтровать операции по Афиге, по идентификатору бумаги, с которой мы работали в этом счете. И в ответ на такой запрос мы получим JSON, в случае если работаем просто с реквестцами, или разобранный с помощью SDK ответ в виде объектов, стандартизированных с помощью педантика. Также мы можем получить какие-то ошибки тоже в формате JSON. Ну а теперь посмотрим конкретный ответ, конкретный пример работы с этим методом с помощью реквестц на основе моего брокерского счета. Итак, вот эту всю часть мы разбирали в предыдущем видео, посвященному методу портфолио. Изменилось здесь только указание endpoint, это endpoint operations. То есть мы собираем ссылку, где в конце добавляем наш endpoint. Также в предыдущем видео я не передавал каких-либо данных в endpoint портфолио. А в случае с endpoint operations мне нужно задать временной промежуток, за который я хочу получить информацию об операциях. Для этого я использую передачу аргументов через дату. Это обычный словарь, куда я передаю, собственно, параметр from, to, там фиги, то, что я только что описывал. Аргументы from и to должны быть строковые при передаче. Поэтому я использовал вот такую лямбду для приведения дейтайма к строковому формату, для того, чтобы передать его в запросе. Но, в принципе, можно использовать какой угодно удобный вам способ для форматирования всего этого дела. Формат этих данных виден вот здесь. Нам нужно, соответственно, отформатировать строку в такой же формат, для того, чтобы обратиться к openapi. Вот, соответственно, на питоне я использовал вот такую вот лямбду. Для того, чтобы получить предыдущую дату, я использовал тайм-дельту за 90 дней. Эта цифра выбрана от фонаря, потому что я точно знаю, что я не начинал торговать больше, чем 90 дней на данный момент. Вот, ну, в принципе, можно было здесь просто задать конкретную дату, когда я начал торговать в никакой инвестициях. Не знаю, мне захотелось так сделать. Вот, соответственно, здесь я в реквест передаю мой словарь и получаю ответ. Ответ выглядит таким образом. Достаточно много получилась операции. У нас есть JSON, в котором есть payload, поле payload. Также у нас есть поля status и поля tracking ID. Status OK, значит, мы получили нормальный ответ. Никаких ошибок от openapi, которые могли бы быть, если, допустим, мы превысили бы лимиты. Здесь нет. В поле payload у нас есть поле operations, который, по сути, массив объектов JSON, каждый из которых описывает определенную операцию. То есть payload, operations и массив. В этом массиве у нас есть несколько полей. Большинство из них очевидны. Currency – это валюта операции, которая случилась. Date – это дата, когда операция была открыта. FIGI – если это речь идет о каком-то либо инструменте, а не просто, допустим, в вводе денег или выплате комиссий, то здесь указывается FIGI. Хочу обратить внимание, что отдается только FIGI. Когда мы работали с портфолио, нам отдавалось и FIGI, и SIN, и TICKER, и все это было удобно отображать визуально. То есть, если мы захотим эту информацию о документе вывести, и у вас в голове уже не отложено FIGI, прям отщелкивает от зубов, то нам нужно будет как-то приводить FIGI к TICKER, и это дополнительные запросы к OpenAPI. Неудобно. Хотелось бы, конечно, чтобы у TINCOFF INVESTICI, в OpenAPI, появилась возможность в Operations выводить также и TICKER хотя бы. ID-шник, операция какой-то внутренней TINCOFF INVESTICI, инструмент TYPE тоже понятно. Это может быть либо STOCK, BOND или что-то еще. То есть, тип бумаги, инструмент, с которым мы работаем. Что такое Ease Margin Call? Если мы занимаемся маржинальной торговлей, торговлей с плечом, то у нас позиция может быть закрыта, если не хватает покрытия по плечу. Если вы занимаетесь торговлей с плечом, вы знаете всю эту фишку. Ну, соответственно, я маржинальной торговлей в TINCOFF INVESTICI, их не занимаюсь, поэтому у меня везде здесь будет фальш. Operation Type – это тип операции. У нас может быть покупка, может быть продажа, может быть комиссия. Payment – количество денег, которые мы получили или заплатили. Quantity и Quantity Executed – количество бумаг, которые мы хотели купить и купили. Ну, если речь идет о покупке, продаже, соответственно. В случае, если у нас комиссия, то здесь стоит 0. Ну, и статус «Статус дан» означает, что операция, которую мы получили, информацию, она выполнила. Это может быть отложенная заявка, и тогда бы статус «Дана» здесь не был. Здесь был бы какой-то другой статус, если честно, пока не знаю, какой статус. Но мы можем подсмотреть попозже, если это будет нужно. Но это можно в объектах TINVEST, от DaxArte, подсмотреть, какие статусы здесь бывают. А если мы покупаем какую-то бумагу, например, в данном случае у нас облигация, у нас могут быть дополнительные поля. Например, вот такие вот поля «Trades», то есть количество сделок, которые случились, чтобы выполнить мою заявку. То есть, если я размещаю, допустим, заявку на 100 бумаг, не обязательно они выкупятся за один трейд. Они могут выкупиться за несколько трейдов. Причем в этих трейдах может отличаться как время исполнения этого трейда, так и цена. То есть я могу отправить заявку на рыночную цену, а выполниться она может по разным ценам. Затем, что у нас еще интересного здесь может быть. Так, так, так. Да, некоторые операции покупки-продажи идут со встроенным полем «комиссион». «Комиссион» вот такой вот, да. Мы видим, что когда мы запрашиваем в OpenAPI операции по счету, то у нас есть операция, допустим, покупки, и у нее указана комиссия. И сразу же идет операция списания комиссии. В некоторых операциях комиссия в саму операцию покупки-продажи не закладывается, но эта комиссия существует и вынесена также отдельно. Лично я при расчетах поля комиссии не учитываю в операции покупки-продажи, а беру лишь отдельные операции списания комиссии. На мой взгляд, это более правильно. Идем дальше. Что у нас еще тут интересного? Потом у нас есть операции «Pay in» и «Pay out». Соответственно, «Pay in» — это заведение денег на счет, «Pay out» — это выведение денег со счета. Зачем здесь «Margin Call»? Не знаю. Наверное, зачем это нужно. Соответственно, у нас есть «Валюта» операции, «Сумма операции» и «Дата». «Дата, когда это случилось». У нас может быть «Operation Type» дивиденды. В этом случае у нас сюда не включается комиссия в эту операцию. Однако комиссия существует. Так же, как существуют налоги на дивиденды. Тоже выносятся отдельно. При этом инструмент «Type» идет «Сток». Хотя «Operation Type» — «Tax Dividend». То есть при разборе ответа «Operations» и подсчета доходов-расходов, эффективности, вот эти все моменты нужно будет учитывать. Ну, их легко просто отпринтить и посмотреть, что у нас там есть. Вот. Что еще? Сейчас посмотрим. Посмотрим. Вдруг что-то интересное попадется. Что я не рассказывал. Так. Что интересно? «НКД» у нас где-то здесь указано. Вроде бы нет. Вот. Ну, в общем, если смотреть на JSON, все это достаточно очевидно. Все понятно. Соответственно, мы просто, если работаем с реквестсами, разбираем этот JSON, приводим к нужным типам для расчета нужных параметров. Давайте теперь перейдем к... Придем к... Вот, кстати, интересный момент. Это покупка валюты. Инструмент «Type Currency». Давайте теперь перейдем к работе с этим методом через неофициальный SDK T-Invest от DAX Arteo. Ну, а про работу с SDK T-Invest от DAX Arteo я уже много говорил в разных видео предыдущих. Поэтому сразу к делу. У нас есть метод «Get Operations», в котором мы точно так же передаем аргументы «FromTo». Только здесь мы не приводим строковое. SDK это сделает за нас все. У нас также есть возможность фильтраться по фиге. Вот, и в ответ на такой запрос мы получаем вот такой вот ответ. Здесь у нас есть пол «Payload», который возвращает класс «Operations», который, по сути, есть список классов «Operation». Давайте раскроем его и посмотрим, что у нас тут. Так, «Get Operations», возвращаем «Operations Response», который у нас содержит «Payload», «Status», «Tracking ID». То же самое, что было уже в «Сомке». Идем сюда. Здесь у нас просто список массив классов «Operation». И здесь мы видим все поля, которые есть в SDK для класса «Operation». Комиссия, мы говорили о ней, которая опциональная, не обязательно будет присутствовать в ответе. Которая возвращает «Money Amount». То есть это класс, который содержит в себе «Currency» и «Value». «Value», соответственно, величина, «Currency», «Value», «Operation». Дальше поля «Currency», «Date», «Figgy», «ID», «Instrument», «Type». Мы все знаем. Ничего нового собственного здесь нет. Ну, 5 минут назад я все это рассказывал в виде джесона. Вы можете так каждый раз смотреть в SDK и проверять, как это все работает. Также это можно посмотреть вот таким образом. Давайте используем SDK T-Invest, для того, чтобы посчитать, сколько денег я завел вообще на брокерский счет. То есть я что сделал? Я использовал генератор, где перебрал ответ из «Get Operations». Из каждой операции, если это является «Operation Type» равный «Pay In», я создаю массив, в который заношу децималцы пейментов, а потом просто суммирую. И в итоге получаю количество денег, которые я ввел на брокерский счет. Вот так все просто красиво и удобно получается. То есть если бы мы делали все это без SDK, пришлось бы сначала разбирать джесонку. Ну, в принципе, тоже не очень сложно, но так как-то красивее получается и быстрее. И все. То есть это просто простой способ посмотреть, для чего нам, в принципе, может быть, нужно Open API в данном случае. И пример работы метода Get Operations. Не знаю, что тут еще больше рассказывать. Еще раз посмотрим, что получилось. Ну да, в общем-то, похоже. Я мог бы выбрать, соответственно, другой временной промежуток. Ну, допустим, не знаю, давайте возьмем TimeDelta. Days равен, сколько я ввел, ну, скажем, за последние две недели. Ну вот, 29,990. Удобно. Все. Все, что я хотел сказать о Get Operations, о Bandpoint Operations Open API. Повторюсь, весь код из этого примера будет в посте на azreal.ru, ссылка, на которую я дам под видео. Там же будут полезные ссылки. Предыдущие все видео, посвященные работе с Open API, смотрите в плейлисте у меня на канале, который называется Open API Think of Investments. Ну и буду благодарен вам за любые отзывы о моих видео. Возможно, что-то я сказал не так. Обязательно пишите об этом, не стесняйтесь. Возможно, вы что-то знаете лучше меня. Давайте ценные советы, комментируйте, поправляйте меня, безусловно. Давайте вместе во всем этой неделе разбираться. Вот. Я стараюсь отвечать на все комментарии, где бы вы их не написали у меня на сайте или под видео. Но лучше, конечно, под видео, потому что это помогает продвигать видео. Ну и лайки, дислайки, сами знаете, что делать. До новых встреч!